Смотрите, дерево усыпано шишечками, плодами какими-то. Мне кажется, это мимоза. Судя по листикам, это мимоза. Та, что цветёт жёлтыми шариками. Ну вот такие листья. Хотя, может и нет. Может это хвойное какое-то. Сейчас потрогаю. Нет. Хвоей не пахнет. В общем, не знаю, что за дерево. Всем привет, дорогие друзья, из Лазаревского. Не совсем солнечного, потому что стоит пасмурная погода уже который день. Но, тем не менее, очень тепло на улице. Я поверх толстовки накинула джинсовку, и даже мне жарко. Но думаю, пойду к морю, там ветерок всё равно, жарко не будет. Сегодня я хочу прогуляться с вами по улице Победы, но не налево, а направо, в сторону Свирки. И вот там, где Свирка, я сверну к морю, пройдусь немножко по Свирскому пляжу и хочу прогуляться до пляжа Дельфин. Но пока гуляю, поболтаем с вами о наболевшем. И я отвечу на наиболее часто задаваемые вопросы. Вон они какие кошки здесь откормленные. Вот я дошла до реки Свирка. Малюсенькая такая речушка, но после дождей она такая бурная и строптивая. А там в горах, она вообще, много водопадов на этой речушке. Такая речка горная, скажем, чистейшая, холодная. Кто, кстати, хочет пройти к водопадам, вот за столовой минутка, поворачивайте направо. По-моему, по вторникам для пенсионеров посещение парка с водопадами бесплатно. В остальные дни, по-моему, 300 рублей. Я же сейчас буду поворачивать налево через пешеходный переход вдоль реки Свирка. Я пройду к пляжу Свирскому. В прошлом году мы ходили с мужем туда на водопады. Там три красивейших вообще водопада. Есть дольмен. Стоит однозначно сходить. Даже если кому-то трудно, тяжело идти, то до первого водопада вы однозначно дойдете. Он, наверное, скажем, один из самых красивых в гроте, в таком ущелье находится. Но стоит посмотреть. Ссылку на обзор вот этого похода туда, в Свирское ущелье, я оставлю в инфобоксе. Где-то она теряет свои воды, потому что к морю она выходит уже вот таким вот ручеёчком. Речушка. Ой, я ещё толком не вышла к пляжу, а тут что творится? Море бушует и стонет. Волны огромные. Ну что? Получится у меня пройти здесь. Да, вот через камень. Вот так прыгну. Вон что творится. Ох. На сам Свирский пляж я, похоже, не попаду, но иду на дельфин. Так. Собака здесь наряжена в выброшенные волной очки. Вот такой вот пёсель. Ой, он какой-то мягкий. Это какая-то мягкая игрушка. Я думала, скульптура. Да. Так, ну и что? Волны такие поднимаются. Смогу я пройти туда? Немножко хочу посидеть на камнях. Девушка там, кстати, лазит. Да, Свирский пляж полностью заливает. Ну а с собой я взяла клубничку, мандаринки и сливки. Сливки я покупаю в сырном доме неподалеку от столовой ложки. Ем клубничка. Ем клубничку со сливками. Подошли молодёжь, подошли молодёжь, какие-то профессиональные аппаратуры у них для съёмки. Подсветка, микрофон. Вот у девушки у это интервью берут. Так, киска пришла ко мне. Киска. Так, для таких кисок я всегда ношу пакетик с собой. Она знает такие пакетики, да? Ну что, киска вкусно? Вкусно, торопится, ест. Кушай, кушай. Так, ну вот, я нахожусь на пляже Дельфин. Всё, что вот до этого волнореза. Это Свирский пляж был. А отсюда начинается пляж Дельфин. И дальше проход, я так полагаю, только по берегу. Но там всё заливает. Смотрите, волна вообще. Я, похоже, не пройду дальше. А дальше там тоже очень красивые места. Ну, возможно, в следующий раз, когда погода будет более благоприятная. Да, это мне нужно выйти вот на те ступеньки. Я просто так не пробегу. Ну что, попытаюсь ответить на некоторые из выдаваемых вопросов. И один из таких вопросов это Вы что, одинокая? У вас нет ни детей, ни семьи, ни внуков? Ну, что я могу ответить на такой вопрос? Нет, я не одинокая. Даже если я одна, я никогда не бываю одинокой. Мне очень хорошо с собой. Такое качество я называю самодостаточностью. Мне очень хорошо в компании самой с собой. Что касается семьи, детей, внуков. Да, у меня есть дети, у меня есть внуки. Но они взрослые. У внуков есть родители. Те, кто давно подписан на мой канал, хорошо знают мои отношения с семьёй, с детьми, с внуками. Дочь у меня уже взрослая. Дочери я помогаю. Материально она не требует помощи. Даже, можно сказать, она иногда мне помогает. А с внучками, да, с внучками и кое-что по хозяйству помогаю ей я. Да, но иногда нужно уделить время и себе, иначе, обслуживая других и помогая другим, можно потерять саму себя. И вот так уехав в одиночку, у меня есть время для того, чтобы посвятить его самой себе, вспомнить о том, чего я люблю. Я что хочу, я выделить время себе на чтение, на собственные развлечения и прогулки. Мне кажется, я понятно объяснила. Ещё один вопрос. Вы не боитесь оставлять мужа одного? Ведь он может загулять. Ну, вы знаете, люди мы взрослые. В браке мы прожили очень много лет. Ну, в этом году будет 35 лет, как мы с мужем в браке. Что я могу сказать? Я знаю немало случаев, которые были на моих глазах, когда мужу не помешало загулять. И присутствие рядом не только жены, но и семеро детей. Поэтому вот то, что я буду сидеть и следить за мужем, это нисколько не убережёт никакого мужа от загула. Поэтому, ну, доверять надо, друзья, иначе зачем тогда вместе жить? И в погоне за контролем, за другим человеком, за своей парой, можно так потерять и себя. А вы что думаете по этому поводу? Ну, и ещё один вопрос, который задают мне часто зрители. Каким кремом я пользуюсь? Раньше, да, я покупала крем в сегменте люкс. Покупала в основном в Литуаль, в магазине Литуаль. Потом я перешла на корейскую косметику. Сразу хочу оговориться, что корейская косметика подходит далеко не всем европейским женщинам, не каждому типу кожи. Здесь нужно смотреть индивидуально. Корейская косметика обладает осветляющим эффектом. Моя кожа пигментированная, да, и мне она подходила. Я брала и питательные кремы корейские, и увлажняющие, и отбеливающие. В общем, мне, да, мне всё подходило. Потом я перешла на профессиональную косметику Космотерос. Мне она нравилась больше всего, особенно сыворотки. И последний раз я вообще купила крем в магните с витамином Е, и особой разницы в использовании кремов я не вижу, потому что даже используя самую дорогую, самую люксовую косметику, ничего нельзя будет сделать с кожей, если ваш организм не подпитывается достаточным количеством нутриентов, витаминов, минералов. Поэтому, да, я питаю кожу изнутри, так скажем. Я принимаю витамины БАДы. Вы знаете, какие. У меня есть даже отдельный ролик, какие я принимала витамины. Вот в прошлом году, в этом году я тоже вот вам показывала, уже в Латвицком практически на обязательной основе пропиваю коллаген с витамином С и с гиалуроном. Ну, а так, собственно, вот обычная российская, дешевая или среднего сегмента косметика. Что касается декоративной косметики, то да, я пользовалась тени и помадой. У меня всегда были в сегменте люкс. И вот сейчас у меня закончилась помада Шанель. Я пришла сюда, в Литуаль. И, о, ужас, я обнаружила, что никакого люкса в нашем Литуале больше нет. Но мне пришлось купить помаду Лореалевскую. Вроде по качеству, по консистенции и по цвету мне она подошла. Но там вот этот хитилек весь шатается. И вот сегодня уже, еще неделю я ей не пользовалась, он уже сломался. Ну, в общем, я, конечно, разочарована. Не знаю, что буду делать, когда закончатся мои тени. Но буду смотреть блогеров других, кто и чем пользуется сейчас. Ну, а так все, все как обычно. Народные средства. Тоже не гнушаюсь. Масочки какие-то. Масочки корейские покупаю. Готовые, тканевые. Тканевые патчи. Ну, и все, что там продуктовое есть. Вот перепелиное яйцо вполне могу нанести на лицо. Поэтому пользуюсь, как и большинство женщин, подручными средствами. Тушь я покупала в Магните еще в прошлом году. Кто смотрел мои ролики, видели, я показывала обзор. И она у меня до сих пор еще есть, до сих пор красит нормально. Я подкрашу только кончики ресниц и тени. А подводку я не делаю. У меня татуаж. И все-таки это хвойное дерево. Ствол такой же, как у хвойного. И вот эти вот шишечки, это действительно шишки. Хотя хвоей не пахнет. Сейчас у нас проходит занятие по шейпингу. Я снова у тренера Ольги Петровны. И у нее на этом занятии полный аншлаг. Ну вот я уже вышла со спортзала. Натренированная, бодрая, веселая. Забыла сказать еще один вопрос. Вот после последнего ролика очень много вопросов задают по поводу того, можно ли устроиться ко мне на работу. Нет, ко мне, к сожалению, нельзя. Все за места держатся цепко. Но работу такую, подобную, можно найти на сайте хх.ру. Там на этом сайте выставляйте фильтры. Работа удаленная, работа с компьютером. Ну, в общем, все, что вы умеете. Может быть, какая-то кадровая работа. Удаленная работа попадается намного реже. Но вот работа вахтами попадается гораздо чаще. Например, два месяца работаете. Два месяца у вас отпуск. И вы в этот отпуск можете также путешествовать, как и я. Меня бы, кстати, вахтовая работа тоже устроила. И зарплата там, кстати, больше. Но вот так, как работаю я, конечно, меня устраивает еще больше. То есть я могу уделять время и семье, и путешествовать, и руководство настолько лояльно, что вот когда я хожу в походы, в горные походы, там, где нет возможности выходить на связь, я предупреждаю заранее, что если какие-то есть заявки, я беру работы больше до этого. То есть меня ждут, терпят. И, конечно, вот я такую работу бросать никогда не буду. Соответственно, и я лояльна к просьбам, к заявкам. Работаю без отпуска, без выходных. Но вот так по стечению обстоятельств бывает, что раз, и у меня выходной наклюнется среди недели, ни одной заявки. Поэтому я бываю и абсолютно свободная. Что мне, конечно, очень нравится. Так, ну что, на улице Победы, ну, метрах, наверное, в трехстах от перекрестка с Павлова, я нашла вот эти ступени, идущие вверх, и подсвечиваются даже. И я так полагаю, это тот секретный лаз на смотровую площадку, которую я показывала вчера. Но я на эту площадку зашла с улицы Партизанская. Сырный магазинчик. Именно вот здесь, из холодильника, я покупаю сливки. Вот они, вот эти густые сливки. Здесь есть масло сливочное, сыры, творог. И вот я покупаю здесь перепелиные яйца. Они стоят 5 рублей штучка. 20 штук в упаковке. На любителей вот здесь колбасы. Выглядит красиво. Ну вот я не ем колбасы. Отдайте чекам. Там все сходили. Все сейчас смотрим. Это магазин. Сырный дом. Недалеко от ложки по улице Победы. Перепелиные яйца я пью утром натощак. Разбиваю в ложку. Как раз одно яйцо помещается в ложку. Я выпиваю натощак два яйца. Перепелиные яйца это настоящий кладезь полезных микроэлементов и витаминов. Витаминов группы В здесь много. Железо, цинк, магний, кальций, фосфор, калий. Они помогут укрепить иммунитет, снизят риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, поддержат здоровье костей, ну и иммунитета в целом. А также эти яйца сырые натощак очень полезны для слизистой желудка и желудочно-кишечного тракта и способствуют тому, чтобы не образовывались камни. И для особо чувствительных дисклеймер о том, что имеется противопоказание, посоветуйтесь лечащим врачом.